Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Севка продолжает выгуливать свою гостью. Такую, как Яся, надо выгуливать подальше от людей во избежание нападения на местное население. А он ее еще в магазин потащил. Как-то Севка совсем не беспокоится о безопасности своих сограждан. Шоппинг с Ясей заявлено в названии, а в бутылке киндербальзам какой-то. А шоппинг-то где? Или сама Яся странная и шоппинг у нее соответствующий. Он у нее выглядит так. Она заходит в магазин, попадается ей на глаза какая-то вещь, которая ей нравится. Она ее берет, тут же смотрит на ценник, потом орет, что это очень дорого. Возвращает вещь на место и, возмущаясь, уходит. Все. Весь шоппинг. Итак, все видео. Нравится Самвелу то, что Яся очень смелая и решительно заходит во все торговые центры, в то время как он очень стесняется это делать. Предлагать себя мужикам, что ей, что ему не стыдно. Надеть мамкин парик, купальник, выйти на балкон, орать песни, привлекая к себе внимание. Он не стесняется. Ходить по квартире и показывать свою пятую точку в зеркале он не стесняется. А вот зайти в торговый центр и спросить ему уже неловко. Как-то стыдно. Когда он был за границей, он все время посылал Вику спросить у продавцов то, что ему нужно. А у него прям на язык не поворачивался. Как-то неловко ему было это делать. У них с Яси все не как у людей. Нормальные люди стесняются вести себя в обществе так, как ведут они. Да, людям даже в голову не придет, что так можно делать в общественном месте. Для многих недопустимо выйти на улицу из машины и спустить штаны. Непонятно для чего, зачем? Какая была такая в этом острая необходимость? А во-вторых, это стыдно. Даже если бы такая необходимость... Я даже не знаю сейчас, по какой причине это могло бы возникнуть. Но если бы вдруг появилась такая необходимость, людям было бы неловко. А Яси нет. А вот зайти в торговый центр и сделать необходимые покупки, это же обычное дело для нормального человека. А для них, для Севки именно, стыдно. В общем, у этих ненормальных все перевернулось с ног на голову. Какой резон было вести Ясю в дорогие бутики, если в нее нет денег? А Севка покупать ей ничего не собирался. Чтобы Ясю устроила шоу, как все дорого, с криками, воплями и прочими спецэффектами, Ясю надо было везти на рынок, на барахолку. Там она, может быть, себе что-нибудь и подобрала. И вряд ли бы орала, что дорого стоит. Прибарахлилась бы за Севкин счет. Че, она зря тут из кожи вон лезет. Если она будет приезжать часто, она ему этот счет еще выставит. Наде-то он платил по 20 тысяч. А чем она хуже? Наоборот, она лучше Наде. Народ от ярости уже пальцы по самые плечи стер. Так усердно пишет. Какая Яся ужасная. Это позор, паскудство, непотребство, пошлость, дикость, безобразие. Ты с ума сошел с этим ТикТоком? А какие претензии к Самвелу? Он себя и в ТикТок, и в Ютуб в последнее время ведет прилично. Он не оголяется. Он даже матюкаться стал меньше обычного. Да мы Самвела даже и не видим. Мы только слышим его голос за кадром. Он себя даже не показывает. Цирк устраивает Яся. И даже в этом случае ей нельзя предъявить какие-то претензии. Не нравится? Не смотрите. Коротко и ясно. Но просмотры-то не падают. Значит, все в порядке. Значит, людей привлекает этот контент? Вот если фильмы ужасов не моя тема, я их никогда не включаю и не смотрю. Даже вот маленький кусочек не включаю. Люди уже достаточно познакомились с Ясей. И все равно продолжают заходить и смотреть. Но на Аркане ведь никто никого не тащит. Человек добровольно сидит в своей квартире, берет в руки гаджет, открывает видео с Самвела, видит в названии, видит на аватарке, что там Яся все еще присутствует, никуда она не уехала, включает и смотрит, как она вытворяет всякие непотребства добровольно. Яся кривляется, выписывает ногами крентеля, орет не своим голосом, отклячивает пятую точку. А Севка смотрит на все это и говорит, ребята, вот это и есть свобода. Как по-разному люди могут понимать это слово? Не удивлюсь, если среди зрителей Самвела найдутся такие, которые скажут, что Яся – человек без комплексов. Подмена понятий. Для меня человек без комплексов – это когда у него есть физический недостаток, но он понимает, что исправить его невозможно. Поэтому он не стесняется этого. Ну вот он такой есть. Все, там случилось с ним какое-то несчастье, и нет у него руки. Все, ничего он не исправит. Он не выпячивает его, он просто ведет себя естественно, как все нормальные люди. То, как ведет себя Яся – это обычная распущенность. Бескомплексность имеет контроль, распущенность нет. Люди часто путают распущенность, хамство, неуважение к окружающим, с отсутствием комплексов. Человека без комплексов не бывает. Если человек считает, что у него этих самых комплексов нет, он неадекватен. И закомплексовано якобы отсутствие у себя комплексов. Вот и все. Он осознает, что эти комплексы у него есть, но ему нужно всеми силами доказать, что у него их нет. Вот так себя ведет Яся. Она, когда жопу отклячивает, она напоминает мне животное – самку, готовую к спариванию. Если бы у нее был хвост, она бы его убирала в сторону. Ну так тоже животное. В этом случае все правильно и закономерно. Это заложено природой. Я так понимаю, что у Яси в ней заложены не человеческие, а животные инстинкты. Поэтому она себя так и ведет. Яся уверена, она абсолютно убеждена в том, что от ее слов и действий у Севки стояк. Она даже сообщила об этом продавцу в одном из магазинов. Так и сказала. Вы знаете, а у него-то уже стоит. Я в прошлом видео забыла сказать по этому поводу. Она уже оголялась перед ним. Потом решила пощупать, пошел у него процесс или нет. И нифига. У него даже не шевельнулось. И не потому, что его не интересует прекрасный пол. В одном из стримов он признался, что он всеядный. Он и с теми, и с теми. Не хочу конкретно называть это словом. Можно было бы коротко сказать одним словом. Ну, скажу так, завуалировано. Он всеядный. Так что если бы ему подвернулось некое горе, он бы не отказался. Но Яся его просто не привлекает. Поэтому павший воин даже не шевельнулся. Я согласна с фразой Самвела, который процитировал зрителей по поводу дна. Очень часто ему писали. Ты дно. Все. Ниже тебя уже ничего нет. Но потом появилась Яся и постучалась снизу. И я вам так скажу. Яся это тоже не дно. Есть более отвратительные люди. Просто мы их еще не видели и не знаем о их существовании. По созданию контента Севка по сравнению с Ясей неразумное дитя. Она каждую минуту выдает что-то новое. А Севка так не умеет. Он упрется рогом в одно и мусолит это. Если он идет в примерочную, он там крутится, вертится, что-то кривляется. Но у него это нацелено на дно. Он будет примерять одежду, корчить рожи. А Яся, она и опой покрутит, и станцует, и оголится, и прохожим сообщит, что она звезда из кобыляк, и губки бантиком сложит, и шляпку примерит, и поорет, как ненормальная, и поржет. Подошла к девушке, которая ела. Молча стала тянуться к ее еде, чтобы та ее покормила. Девушка протянула, что она ела. Яся откусила кусок и пошла дальше. Ну ладно, Яся небрезгливая, есть после незнакомой девушки. А та, что будет делать с оставшейся пищей? Я надеюсь, она ее выбросит. Я не могу предугадать, что Яся выкинет в следующий раз. Да она и сама этого не знает. У Самвела фантазия скудная на трэш. Он умственный голодранец по сравнению с Ясей. Пока не появилась она, я думала по-другому. Но видите как, все познается в сравнении. Зашли в обувной магазин. Понравилась ей обувь, но не понравилась цена. Тысяча девятьсот. Это так дорого для нее. У нее сейчас на ногах прекрасные босоножки, которые она купила всего-навсего за шестьсот гривен. Значит, бабке купить букет за тысячу двести, это не дорого. Сущие пустяки. А купить обувь, нормальную обувь, за тысячу девятьсот, нет, это очень дорого. То есть жаль тратить на это все деньги. Тут надо понимать ее хитрый логический ход. На букет бабки она не потратила деньги. Она вложила их. С расчетом через эту корову приблизиться к теленку, которого, вопреки всякому здравому смыслу, она планирует доить со временем. Не мытьем, так катанем, но она с него деньги стряхнет. Не получится сейчас, она сделает это чуть позже. Но она сделает это непременно. Образуется у нее какая-нибудь проблема, которую решить можно будет только с помощью денег. Кому она обратится? Конечно, к Самвелу. Скажет, помоги, кроме тебя больше некому. Надо мне, вот срочно, вот кровь из носу, там тысяч пять гривен. И Севка ей не откажет. Конечно, если она будет слишком наглеть и будет постоянно у него просить то на одно, то на другое, он ей тормоза быстро выпишет. Скажет, слушай, ну я-то не обязан содержать тебя, твоих детей, решать твои проблемы, в том числе и финансовые. Ты же как-то жила до меня, правильно? Ты же как-то выкручивалась и справлялась. Поэтому будь добра, сама-то пошевели ушками ради себя и своих детей. Я сколько мог, столько тебе и помог. Но какое-то время она его таить будет. Это однозначно. Когда они зашли в следующий магазин и я себя там увидела на витрине красную шляпку, примерила ее, она мне в этом образе напомнила Крачковскую. Это не какое-то внешнее сходство и даже не сходство по типажу. Вот просто я посмотрела на нее и она мне напомнила Крачковскую. Потом они пошли обедать. Как они обедали, это была отдельная песня. Принятие пищи плавно чуть не переросло в мурнет. Общественное место. Она орала про этот мурнет, что она на него готова. Стала буквально чуть ли не заставлять принуждать Севку к этим действиям. Лезла в штаны. Севка визжал, как поросенок, и пытался от нее отмахаться. А крошку, которую они заказали, расхлюпала. По всему столу разлила, потом начала это все вытирать. Чавкала, рыгала. Одновременно проводила еще и стрим. Вот примерно так едят свинки. Отвратительное зрелище, хочу вам сказать. Если кто-то сидел там и наблюдал за этим всем со стороны, я думаю, что люди имели полное право на них пожаловаться. Потому что, ладно, они делают контент и зарабатывают на этом. А если я пришла в общественное место, приличное причем, не в какую-то там забегаловку. Поэтому человек имеет право требовать, чтобы в общественном месте другие люди вели себя прилично. А если им хочется устроить цирк, пусть делают это у себя дома. Шоппинг, о котором было заявлено в названии, но не было в ролике, закончился. А в кекс-шоп они не пойдут? Севка же обещал ей кое-что там приобрести. Но посмотрим, еще не вечер. Яся уезжает только в понедельник. У них масса времени. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok